На днях президент Франции Макрон высказался в том плане, что Карабах является сердцем Армении. Как вы прокомментируете скандалное заявление Макрона? Я должен вам сказать, это безответственное заявление, неграмотность главы государства. Дело в том, что два дня до этого выступления он встречался с президентом Азербайджана, президентом Евросоюза Шарль Мишелин и премьер-министром Армении Николь Пашинян. Там был договорён с его участием, что Армения признаёт территориальный церковь Азербайджана и Азербайджан признаёт территориальный церковь Армении. Это мы давно ждали этого заявления. И вдруг спустя два дня в интервью французскому телевидению президент Франции Макрон заявляет, что Карабах это сердце Армении. Хотел бы сказать ему, он просто проявил неграмотность. Я ему посоветовал бы, его супруга, его учительница была, она намного грамотнее. Он посоветовал с ней, где находится Карабах, где находится Армения. Для господина Макрона скажу, 92 почти процента территории современной Армении, это бывшая национальная территория Азербайджана. И в столице Ириван, и озеро Кёхчая, они переименовались белыми севами и так далее. Откуда появились армяне? Армяне появились в Азербайджане на Кавказе в конце 18-го, в начале 19-го века. Откуда они появились? Они появились из района Междуречья и Месопотамия. Это на территории Багдада и так далее. Первые армяне появились оттуда. Во-вторых, Мерзий император России Петр Первый, собственно, ручно писал всем россиянам, которые уезжали на юг. Говорят, что на юге есть такой народ армяне. Они как религия к нам близки. Попробуйте привлечь их на нашу сторону. Отблагодарите их. То есть купите их золото, деньгами, чтобы они свой тоже везли бы не в Турцию, а в Россию. А если скажут турки, то скажите, что они сами захотели. Так постепенно появляются у нас армяне. И с года в год их становится все больше и больше и больше. Третье. Господин Макрон забывает, что глава государства не может безответственно через два дня менять свою позицию. Карабаха это была, есть и будет вечно азербайджанская. Кто бы не заявлял, что бы Макрон не заявлял, это наша родина, наша земля. Там было почти 300 лет так называемое Карабахское ханство. Ханство чисто азербайджанское явление. Ни в армян, которые козли, ни во Франции не было ханства. Это наше чисто азербайджанское явление. Третье. Я должен вам сказать. Франции возглавляли от таких выдающих личностей, как великий Шарель де Голь. Освободитель Франции в годы Второй мировой войны. После его смерти этот пост занял Джордж Помпиду, соратник де Голь. Затем пришел французский митеран. Затем пришел, наконец, Ширак. После пришли люди, это фельдмей. В том числе господин Макрон. Он на фоне де Голя, Помпиду, Митерана, Ширака. Фельдмей от политики. Человек, который выскочил, учиться ему надо политике. А он вдруг делал такое безответственное заявление. Мы многому учились в Франции. Это великая страна. Народ, который дал всему миру вложенный свободу, братство, единство. И теперь его руководитель. И вот я скажу вам, Макрон решил стать великим руководителем Европы. Воспорим уходом из политики Ангела Меркеля, Макрон стал доказывать, что он играет первую роль в Европе. Но он не понял, что Германия никогда первую роль ему не уступит. Вот была внешняя политика акция. Некоторое время тому назад он выделил, отослал несколько тысяч солдат в Мали. Что получилось? Третий год проходит, там война не кончается. Да, я хотел затронуть тему. Они вмешиваются столько уже лет в дела стран Северной Африки, мусульманских стран. Второе. Он совещал визит в Ливан. Ливан в Ближнем Востоке – это страна, где больше всех проживает Армяне. И что вы думаете? Сегодня в Ливан идет фактически гражданская война. Вот два акта, которые он совершил, показали, что он тоже политически действует. Это бездарно. Он часто говорит об Азербайджане, о геноциде. Я бы хотел напомнить. Это документировано. Ведь геноцид Турции против Армяне нигде не доказан. Президент Турции, уважаемый Эрдоган, неоднократно предлагал Армяне. Давайте создаем единую комиссию, пусть разберутся. Так вот, Франция уничтожила полутора миллионов алжирцев. Да. Полутора миллионов – это доказано. И западом, и когда он был там, недавно просил извинений. А где доказано, что был геноцид армян в Турции? Не было такого документа. Не было. Тогда вообще на земле не было столько армян, чтобы уничтожить полтора миллиона. В Турции их столько не было. Откуда они цифры взяли? На Западе и все время, каждый год отмечают геноцид армян, геноцид армян. К чему я тебе говорю? Азербайджан и Франция имеют очень тесные, хорошие экономические связи. Долгие годы культурные связи. Я думаю, это нелепое заявление Макрона может долго войти в Франции. Не Азербайджану, а Франции. Наш президент, уважаемый Ильхам Алиев, дал ему достойный ответ. И нечего сейчас повторять нам это. Потому что мир знает, кто из себя предсказал. Недавно выступал французский политолог во Франции. И он заявил, что это абсурдное заявление нашего президента. Касаясь в Алжире, я хотел бы напомнить, что лет 25 назад в Алжире путем выборов исламские партии пришли к власти. Но про французские настроения военные местные они совершили переворот военный и стебили сотни тысяч мусульман, своих граждан. Эти цифры никто не знает. Там тоже сотни тысяч. Там достаточно гражданская война была. Дело в том, что великий Шарик Де Гольд пошел на то. Тогда во франции хотели переворот военный. Генерал Салан, командующий французским войсками в Алжире. Генерал Массил. И вот тогда великий Де Гольд доказал, что выдал независимость в Алжире. И он дается своему. Понимаете? Французы, если вы говорите, повторяю, полутора миллиона алжирцев. Это же доказано документами, цифрами, фактами. Это непросто. И поэтому абсурдное, неуместное заявление президенту Франции. Понимаете, что он делает? Почему он делает? Он все хочет опираться на армян. Я спрашиваю, французы составляют 99%. Один процент, может, повторяю, населения армян. Но возникает вопрос. Вы знаете, я вам скажу. Проезжайте по Парижу, Барто и другим городам Франции, Марселии. Все крупные торговые объекты, рестораны принадлежат армянам. Во-вторых, Франции, французы больше 40 миллионов. Армян там один-два. Вы знаете, по числу миллиардеров армян больше, чем французы. Да. Декольте, Макрону можно было обратиться. Откуда армяне эти миллиарды? Это они же из Армении, когда ушли или бежали из других стран. Они не провели тот доллар. Они там заработали на крови и совесть французского народа. Пусть об этом он подумал. Откуда эти армян, которые приятные, откуда эти миллиарды? Понимаете? Это деньги, заработанные армянскими миллиардерами, на крови против французского народа. И вот сегодня во Франции, Париже, в других городах более 300 тысяч людей вышли на демонстрацию, требуя повышения зарплаты. Понимаете? Макрону надо думать о своем народе, чем говорит Карабах в сердце Армении. Как может быть в сердце Армении, ноги в Армении, а сердце в Азербайджане? Что это государство? Понимаете? Это национальная территория. Карабах. Это азербайджанское название, не Арцах, а Карабах. Понимаете? Поэтому, мне кажется, что бы там ни говорили на Западе, двойной стандарт мы всегда чувствовали и чувствуем свой. Ну и последнее. Макрону, не показать себя таким неграмотным, ему обратили на 1993 год. Когда Совет Безопасного ООН принял четыре резолюции по армяно-азербайджанскому конфликту. Там и французский представитель единогласно все четыре поставщика проголосовали. Там написано в четвертом облевом. Карабах, территория Азербайджана. То есть Макрон идет против... О, Совет Безопасный написано. И за это голосовала Франция. Что армяны должны быть свои вооруженные формировали, короткую. К сожалению, за три... Они ничего не сделали. Мы, как говорили Хамалиеву, одни выполнили эту резолюцию ООН. За которую голосовала и Франция. Теперь справиться Макрону. Если это будет сердце Армении, что тогда французский президент голосовал за эту резолюцию? Вот вопрос. Продолжение следует...